МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За 10 лет действия федерального закона в Свердловской области выдали более 241 тысячи федеральных сертификатов. Львиная часть средств традиционно идет на погашение ипотечных кредитов и приобретение жилья. Совсем небольшой процент семей тратит деньги на образование детей и накопительную часть пенсии. При этом с 2013 года в Свердловской области выдается еще и региональный семейный капитал. Есть отличия между федеральным и региональным капиталами. Более 120 тысяч рублей выдают за появление в семье третьего или последующих детей. Причем ребенок может быть усыновленным. Если в семье появляется тройня, то сумма с учетом индексации сейчас более 180 тысяч рублей. В том числе благодаря региональной выплате в нашем регионе в разы выросло число приемных и многодетных семей. Есть отличия и в статьях, на которые можно потратить региональные пособия. Деньги направляются на приобретение или строительство жилья, покупку садов или дач, оплату платных образовательных и медицинских услуг. Кроме того, если в семье растет ребенок-инвалид, то сертификат можно использовать на приобретение товаров или услуг для социальной адаптации. Региональный капитал может получить не только мама, но и папа. Правда, в специальных случаях. Например, когда женщину лишают родительских прав или она умирает. По инициативе губернатора действия регионального мат-капитала продлили по аналогии с федеральным законом до 2018 года. Хорошая новость для тех, кто планирует увеличить свою семью. Вот так вот на самом деле. Продолжение следует...